Салют подписчикам канала Atomaseom и случайным зрителям этого видео. Судя по предыдущим обзорам телевизоров, вам вот эта тема не безразлична, поэтому я решил сделать обзор на еще одну интересную, относительно недорогую, учитывая характеристики, новинку. Это очень стильный безрамочный ультра-слим QLED 4K Ultra HD Smart TV Harper на внушительные 55 дюймов. Главные фишки телевизора это офигенное изображение, причем не только благодаря поддержке 4K HDR10, но и благодаря QLED матрице. Естественно, вот такой безрамочный современный дизайн, ну и из-за того, что это QLED, удалось производителю достичь минимальной толщины корпуса. Корпус тут тоньше, чем мой смартфон, ну и работает этот телек на девятом андроиде. Сюда можно установить без проблем любые андроид-приложения, онлайн-кинотеатры, IP-TV-плееры, торрент-криенты, игры и так далее. В общем, очень технологичное, на мой взгляд, устройство, о котором я сегодня расскажу подробнее. На что хочу обратить внимание, друзья. Этот телевизор продается в российских розничных магазинах электроники, поэтому магазин и производитель предоставляют гарантию. В комплекте идет гарантийный талон, также есть инструкция полностью на русском языке. Тут она толстая, в принципе, любые вопросы, я думаю, она способна решить с телевизором. И есть вот такой вот пульт. Пульт откровенно отстает, конечно, по дизайну от телевизора, но из плюсов можно отметить большое количество всех необходимых кнопок для управления ТВ-каналами, настройками телевизора и мультимедиа-контентом. Телевизор прислали в огромной красочной коробке. В одно лицо, конечно, тяжело доставать телевизор. На пакете, в который упакован телевизор, не хватало ручек, чтобы его достать. При открытии коробки сверху лежали металлические ножки. Чтобы их закрепить, нужно просунуть ножку в корпус телевизора и закрутить вот эти вот три винта. В итоге получается, что телевизор как бы парит в паре сантиметров от поверхности. И когда я только открыл коробку, то был удивлен именно толщине вот этого телека и такое ощущение, что это просто какой-то лист металла на несколько миллиметров. Внешний вид телевизора получился очень достойным, на мой взгляд. Он выглядит дороже, чем стоит. Это бесспорно. И рамки у него очень тонкие. Создается ощущение погружения в картинку из-за габарита в дисплее и из-за качества изображения. Ну и из-за тонких рамок. Минимальная толщина рамки сохраняется по всему периметру и вот только нижняя часть немного толще. На ней как раз идет название Harper. В глаза оно не бросается, а сливается с общим цветом корпуса. И, кстати, премиальный внешний вид телеку придает не только его дизайн, но и материалы сборки. Ножки и рамка тут полностью металлические. А вот если посмотреть на телевизор сбоку, то я думаю, многие удивятся его толщине. Вот, смотрите, мой смартфон Poco X3 и ультра-слим телевизор. Телефон получается толще. К сожалению, конструктивно сохранить плоскость по всей поверхности не получилось, поэтому снизу прикручен пластиковый короб. В нем уже спрятаны все железки. К слову говоря, он тоже не очень сильно выпирает. Вот эта вот задняя поверхность сделана под металл, но на деле это пластик. Все разъемы тут размещены слева. У нас есть легкий доступ к двум HDMI-портам, к двум разъемам USB, композитный аудиовход и входной компонентный мини-разъем. Также, естественно, слот расширения C. А вот ниже еще есть цифровой коаксиальный аудиовыход, разъем 3.5 под наушники, антенный стандартный вход. Естественно, в этом телевизоре встроен DVB-T2, DVB-C тюнер. Отдельно приставку для цифрового ТВ покупать не нужно. Есть также RJ45, то есть можно организовать кабельное соединение с интернетом для более стабильного просмотра онлайн-контента в высоком разрешении. Ну и есть еще один HDMI. Кабель питания тут несъемный. Есть резьба 400 на 200 для крепления на стену. И в параллельном углу 5-позиционный джойстик для управления телевизором. При первом включении, друзья, нас встречает привычная настройка Android. Подключение к Wi-Fi, выбор регион и так далее. После настройки вы увидите вот такой вот рабочий стол. Телевизор этот работает на 9-м Android, но мы видим не привычный Android TV, а переработанный лаунчер. В принципе, тут все аналогично стандартному Android TV. Все элементы заточены под удобное управление с пульта. Сверху по центру расположены часы, а в правом углу значки быстрого доступа к поиску, к настройке Wi-Fi, к общим настройкам Android. Можно отсюда пройти, посмотреть погоду на несколько дней вперед. Также оставить вот это вот погодное приложение открытым, чтобы использовать, например, телевизор как метеостанцию и дополнение к интерьеру. Задний фон тут будет всегда изменяться в зависимости от погоды за окном. В итоге у нас получается такой интерьерный телевизор. Ну и также на главной странице есть быстрый доступ к файловому менеджеру. Это простейший файловый менеджер. И в принципе он необходим только для того, чтобы запускать контент с подключенных носителей, с флешек или с жестких дисков. То есть тут удобно все разбито по категориям. Подключили сюда флешку с закачанным фильмом, зашли в раздел видео и включаете кино. В остальном, друзья, касательно вот этого вот установленного лаунчера, тут все разбито на категории. На главной вкладке есть вот эти вот два больших окна. В черном блоке будет идти показ эфирной сетки вещания, если вы подключите антенну. В правом блоке вы можете выбрать и запустить одно из приложений, установленных на телевизоре. Ниже уже идет подборка популярных видео. В данном случае они подтягиваются сюда с YouTube. Ну и далее у нас есть три вкладки. Видео, музыка и спорт. В них уже подтягиваются рекомендации из различных источников, из разных онлайн кинотеатров, из YouTube и так далее. Следующая вкладка – приложения. Тут есть подборка с рекомендуемыми приложениями. Ну это по сути реклама. И также есть доступ к магазину приложений. Магазин приложений тут свой. Это не стандартный Google Play и не Google Play для Android TV. Но каталог вот этих вот всех приложений взят именно из репозиторий Google Play для Android TV. По сути это визуально переработанный Аптоид TV. С приложением Аптоид TV, я думаю, все владельцы Android приставок знакомы. Ну и плюс в том, что, во-первых, вот в этом магазине приложений есть все необходимые программы. Все эти проги заточены под управление с телевизионного пульта. И, во-вторых, скачать вот эти все программки можно бесплатно и без регистрации. Ну и относительно нашего лаунчера, последняя вкладка называется «Мои приложения». Тут, как понятно из названия, будет список ваших любимых приложений. То есть сюда можно добавить избранные приложения и отредактировать их в порядок отображения. Кстати, друзья, если, например, не нашли чего-то в магазине приложений, всегда можно скачать отдельный АПК-файл и через флешку установить в телевизор, так как в телевизоре установлен полноценный девятый Android. И, в принципе, все возможности Android на нем доступны. Если говорить про самую главную задачу телевизора, про изображение, то тут все шикарно. Вот я включил 4К 60 кадров в секунду, HDR-видео с YouTube. Это привычный ролик, на котором обычно тестируем все проекторы и телевизоры. Изображение, как видите, сейчас установлено у нас на 1440. Включаем 4К и смотрим, как телевизор будет работать с этим разрешением. Изображение, друзья, отличное. Очень четкое. И если мы будем говорить про изображение, то тут все шикарно. Это QLED-матрица. Изображение ее лучше, чем у LCD-телевизоров, так как технология эта основана на квантовых точках. Но тут, друзья, я прошу не путать OLED и QLED. У меня нет задачи сделать обзор в лучших традициях магазина на диване, поэтому я скажу, что QLED по факту является LCD-матрицей со светодиодной подсветкой на квантовых точках. То есть единственное ее преимущество перед LCD – это расширенный цветовой охват. Этим достигается более лучшее качество изображения, контрастность, насыщенность цветов, ну и так далее. Поэтому не путайтесь в терминах QLED – это не OLED. Это совершенно разные технологии. Ну и OLED-телевизоры стоят уже на порядок выше. Тем не менее, вот этот телек, согласно своим характеристикам, стоит по сравнению с аналогичными конкурентами значительно дешевле. Ну и предлагает нам картинку 4K Ultra HD с поддержкой HDR10. Как видите, все работает отлично на примере тестового видео. Изображение я не знаю, как на камере, но вот визуально при прямом взгляде изображение очень крутое, друзья. На телевизоре можно смотреть 4K онлайн-фильмы без подключения внешних источников. И при ближайшем рассмотрении дисплея, как видите, пикселей вообще не видно. То есть изображение очень хорошее, плотность картинки великолепная. Контраст изображения также остается неизменным под любым углом. То есть качество матрицы у этого телевизора на очень хорошем уровне, друзья. Кстати, если говорить о размерах телевизора, то вот слева установлен комод. И этот телевизор размером с комод. Давайте посмотрим на характеристики, именно на железке. Тут в телевизоре есть встроенная информация. Работает он, значит, на девятом андроиде. Центральный процессор ARM Cortex A55. Это бюджетный четырехъядерный чип, который можно часто встретить в андроид-приставках, в проекторах и в телевизорах. Графический процессор тут Mali 470. Оперативки 2 ГБ и 16 ГБ встроенной памяти. Те, кто знаком с андроид-ТВ-боксами, я думаю, в курсе, что вот такой вот конфигурации достаточно для любых задач, возложенных именно на просмотр потокового и офлайн-видео в разрешении до 4К. Никаких проблем и затупок при работе. Телевизора нет, это не смартфон, друзья. Устройство совершенно иные задачи. И если вы посмотрите приставки телевизионные на андроид-ТВ, то по конфигурации железа у них у всех будет, в принципе, не более 2 ГБ оперативной памяти. Не менее важным для телевизора является и герцовка, то есть частота обновления экрана. Тут сюрпризов никаких нету, это бюджетный телевизор и работает он на привычный 60 Гц. Из предустановленных приложений тут нету ничего лишнего, есть Chrome браузер. Сюда можно установить совершенно любой браузер для захода в интернет, для просмотра каких-то сайтов или онлайн-видео. Сейчас я установил в телевизор флешку с музыкальными файлами, с приложениями и хочу вам показать именно качество звука. Заходим в файловом менеджере в стандартном раздел музыки. Вот она, карта памяти, проходим в нее. Тут открываются файлы с карточки и выбираем то, что нам нужно. Касательно звука, тут снизу установлены два динамика. Сколько ватт сказать точно не могу, информации к сожалению не нашел, но звук хороший, пожаловаться на него нельзя. Он насыщенный, чистый, ощущения того, что динамики играют из бочки нету, то есть звук идет максимально открытый. Производителям также заявлена поддержка Dolby Digital Plus, это тоже отлично. Что касается установки приложений. Вот, например, не нашли вы какую-то программу в стандартном магазине приложений. Скидываете на флешку APK файл, заходите в стандартном файловом менеджере в раздел приложения, открывается флешка и на ней выбираем заранее скинутый APK файл. К примеру, HD Video Box. Нажимаем на него и нажимаем кнопку установить. Идет установка, после которой мы можем открыть приложение. И вот она открывается HD Video Box. Все отлично работает, можем спокойно сидеть, смотреть любые фильмы, сериалы, мультфильмы и телепередачи. И так совершенно с любым приложением, которое вы хотите установить и которое вы не нашли в стандартном магазине приложений. В итоге, друзья, на мой взгляд, у Harper получился очень крутой телевизор. Из очевидных плюсов, которого я хочу выделить. Безрамочный стильный дизайн, который станет хорошим дополнением к любому интерьеру. Плюс минимальная толщина корпуса. Разрешение, естественно, 4K Ultra HD. QLED матрица. Поддержка HDR10. Девятый Android на борту. Со всеми своими фишками и возможностями. С огромным каталогом приложений различных. Это полноценный, не урезанный Smart TV, как у других производителей. А полноценный телевизор на Android. К плюсам также отнесу наличие всех существующих разъемов. Как старых, так и необходимых на сегодня. Ну и, естественно, за все это производитель просит именно столько, сколько это реально стоит. То есть вы не переплачиваете за бренд. Это круто, друзья. Что вот такие вот телевизоры стали уже более доступными. Из минусов, конечно, я могу отметить только отсутствие стандартного Android TV. А вследствие чего отсутствие Google Ассистента. В комплекте у нас идет вот такой вот простой ИК-пульт без микрофона. Тем не менее, управлять телевизором с него все равно удобно. Благодаря вот этому оптимизированному программному обеспечению. Я в описании ссылки, где можно купить вот такой телевизор, оставлю. Может, кто-то захочет сделать себе или близким подарок на Новый год. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание. Заходите на канал, смотрите другие обзоры. Подписывайтесь, если хотите. Всего вам доброго и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok